Ну что народ, вижу вы справились со своей задачей и набрали нужное количество лайкосиков под прошлым видосом, а поэтому я сразу же спешу так же исполнить обещанное, и специально для вас я снял вторую часть самых необычных пасхалок, найденных на просторах гугл карт. Всем здрасте, с вами как всегда на этом канале Блэк, и давайте-ка уже будем переходить к просмотру, но прежде чем начнем смотреть, я на этот раз попрошу вас поставить под видосом лайкосик, и как только на этот раз их наберется всего 2000, я сразу же пилю новое подобное видео, а теперь полетели. Ну и начну я с интересных изменений маркеров перемещений, которые мы можем увидеть на картах. Кстати, в комментах пишите какие вы пасхалки на картах находили сами, и я их также вставлю в следующий выпуск. Ну а теперь вернемся к маркерам, перейдя по следующим координатам, мы с вами окажемся в красивейшем местечке на острове Бали в Индонезии, в общем попадаем мы на песчаный пляж Dreamland в Южной Куте, и берем тут же свой маркер с помощью мышки и перемещаем его над водной гладью, и он тут же приобретает вид миленькой русалочки, чему бы все это, я тут не знаю, но выглядит очень красиво. Далее давайте отправимся на солончак Грум Лейк, находящийся на юге штата Невада в США, на котором располагаются взлетно-посадочные полосы площадки бомбардировочного полигона авиабазы Неллист, более известной нам как Зона-51. Так вот, если переместившись сюда взять маркер, то он тут же превратится в летающую тарелку, видимо даже карты гугл знают что-то секретное об этом местечке, то что правительство так надежно от нас скрывает. Отправившись в местечко Ла Каутиво в Мендосе, Аргентина можно наткнуться на посадку деревьев и кустарников, которые образуют, если взглянуть на творение с высоты птичьего полета, огромную гитару. Очень необычное изображение и очень искусно и качественно сделано. Не зря оно находится в Аргентине, ведь всем известно как славится эта страна мастерами игры на подобных музыкальных инструментах. Перейдя по следующим координатам, мы с вами опять же попадем на территорию наверное уже всем известного американского штата Невада, где находится как я уже говорил Зона-51. Так вот, тут чуть севернее ранее уже упоминавшегося Солончака, можно также из космоса заметить очень необычную композицию, представляющую из себя огромную мишень. Для чего она тут нужна я не знаю, но явно она расположена тут не просто так и скорее всего предназначена для указания космическим путешественникам на что-то особенное, может даже на место, куда им следует высаживаться. Отправляемся на East River, что находится восточнее Нью-Йоркского Манхэттена, и если тут внимательно приглядеться к водной глади севернее острова Риккерс, то в глубине можно разглядеть затопленный огромный авиалайнер. Как он тут оказался, остается для меня загадкой, но то, что совершенно рядом находится Good Zone, для меня расставляет все точки над И, так как многим наверное известно о счастливом случае аварийной посадке рейса А-320 прямо на воду. Видимо он тут и находится, и вместо того, чтобы доставать его из воды, его попросту затопили. Далее едем в государственный заповедник Путатак, что восточнее Паттерсона штат Нью-Йорк США, и уже здесь мы натыкаемся на единственное строение среди кучи деревьев. Так вот рядом с огромным домом на поляне нарисован огромных размеров смайлик, который также очень хорошо будет виден из космоса. Для чего вообще создаются подобные шедевры? Видимо только лишь, чтобы быть замеченными на подобных картах. Ну и конечно же, чтобы попасть ко мне в выпуск. Отправившись в местечко Хэддингтон, что в Оксфорде, Англия, можно отыскать здесь очень крутую крышную скульптуру – знаменитую Хэддингтонскую акулу, которая торчит из здания по адресу Нью-Хайт-Стрит, дом 2, и создана она местным радиоведущим Биллом Гейне, аж 9 августа 1986 года. Вот такой вот долгожитель удостоился также нашего внимания. Следующий необычный момент можно встретить в Польше на дороге Белодроге, и о нем также некоторые из вас писали под прошлым выпуском, но я читаю комменты и поэтому сразу же решил его сюда добавить. Так вот, если мы отправляемся на дорогу с помощью маркера перемещения, то здесь найдем очень странно себя ведущего зайца, летающего высоко над землей. Так вот, некоторые утверждают, что это животное сбил автомобиль, снимающий материал для Google Card, и поэтому его так высоко подбросило. Также это видно и по предыдущим снимкам, но что противоречит, так это то, что машины для съемки передвигаются не совсем быстро и такого допустить просто не могут. Так что инцидент явно полностью не раскрыт, но выглядит все как-то даже по-мистически. Продолжаем и перемещаемся в штат Небраска, что в Соединенных Штатах Америки, так вот тут можно отыскать очень крутой Кар Хендж, копию Стоун Хенджа, отличающуюся лишь тем, что она выполнена не из камней монолитов, а из старых американских автомобилей, выкрашенных в серый цвет. И создан он, как мне известно, также очень давно, в далеком 1987 году. Очень крутое сооружение, советую хотя бы на несколько минут взглянуть на него. Далее нам с вами предстоит посетить один тихий городок в Венгрии – административный центр Зала Эгерцег, с населением всего 60 тысяч, но видимо тут очень неплохо любят жителей расслабиться, накидавшись местным алкоголем, так как один такой экземпляр также попал и к нам в выпуск и расположился он очень уютно на 5й Тео Стрит. Именно уютно и видимо даже удобно, так как он попросту спит, навернувшись рядом со своим велосипедом. Неудачная у него по ходу получилась дорога домой. Ну и конечно, как же не пропустить немного милоты в наш выпуск. Отправляемся на железнодорожную станцию Осина Майки Онсен в префектуре Фукусима, Япония и здесь мы наткнемся на нового почтенного станционного смотрителя – кота. По кличке, как бы это странно не звучало, Любовь и появился он тут после ухода на пенсию своей предшественницы Буз. Видимо тут очень любят котиков, впрочем как и многие из нас. На этом я буду заканчивать и поэтому если вам не сложно, поставьте пожалуйста лайкосик и подписыванчиком можете меня также порадовать, ну а чтобы не пропускать следующие видосы, нужно и на колокольчик нажать. Я буду благодарен каждому из вас, кто все это проделает. Ну а на этом с вами прощаюсь, до скорой встречи мои дорогие друзья в самое ближайшее время, пока.